Накал эмоций на ростовском робофесте не меньше футбольного. После стартового свистка четвероклассник Иван Павлий задаив дыхание надеется, что его робот не допустит ошибок, совершенных в пробных заездах. Когда мы просто его прогоняли, не на попытках, у нас не получалось на поворотах. Он слишком много поворачивал, потом слишком мало, но сейчас все получилось хорошо. Я посмотрю, как другие проходят, ну и сказал бы, что в десятку лидера, скорее всего, мы войдем. А все остальное не знаю. К фестивалю Иван и его напарник готовились три месяца в Таганрогском клубе любителей лего. На состязании Hello Robot в течение двух часов строили робота из конструктора и программировали его. Задача механизма – собрать кубики на поле, отвезти их в определенную зону на базу и выстроить там башню. У него должно быть два датчика света, вот это и вот это. Это для того, чтобы он смог ехать по черной линии. Это датчик расстояния. Он тоже нужен для того, чтобы робот заметил кубик и взял вот это вот клешнёй. А, ну и еще вот эти вот усики нужны для того, чтобы он ровно встал в место, чтобы кубик встал ровно. В двухдневной программе фестиваля соревнования и конкурсы для начинающих и опытных робототехников 6-18 лет. Например, в испытании FLL все задания связаны с космосом. Для ребят 7-11 классов – испытания робокарусель. Здесь, кроме сборки и программирования робота, нужно решить задачи по физике. Это отборочный этап на Всероссийскую Олимпиаду школьников, победители которой получат льготы при поступлении в ВУЗы, соревнуются на робофесте и перевозчике. Нужно сортировать кубики. Есть черные и белые кубики. Их нужно сортировать. Маленькие оставить на месте, большие нужно отвезти в зону базы. Но сначала черные, а потом белые. Где они располагаются, ребята заранее не знают. Чем больше робот привез кубиков в правильном порядке, тем больше принес баллов участнику. На фестивале соревнуются ребята из Ростова, Шахт, Таганрога, Волгодонска, Волгограды, Белореченска и Краснодара. В общем, 150 человек. Каждый год что-то дорабатывается, что-то изменяется. Вводятся совершенно новые направления. Например, в этом году появились шагающие роботы, чего не было до этого. То есть они усложняются. Таким образом стимулируется рост и развитие обучающихся и школ робототехники, которые должны соответствовать уровню тех соревнований, на которые они заявляют. Победители робофеста представят свой регион на Всероссийском технологическом фестивале Профест-2019. Екатерина Лавадина, Андрей Толкарев, Дон-24, Ростов-на-Дону.